Привет, люди! Рада снова вас приветствовать! Опять будет разговор на SpeedPaint, и сегодняшняя тема — это игры. Мои голосовые связки под конец этого видео уже скажут пока. Не скажу, что я геймер или заядлый игроман. И большинство игр, о которых я буду сегодня говорить, либо видела прохождение, либо ненадолго задерживались на моем ноутбуке, после чего нещадно удалялись мной из-за недостатка места для других файлов. Чисто расскажу истории, связанные с играми. И надеемся, что вы не заскучаете. А SpeedPaint на фоне — это костюм, который я нарисовала, вдохновляясь игрой Геншином. Буду иногда его использовать, заменяя глаз бога на какой-нибудь драгоценный камень. Тот, кто меня смотрит, знает, что я фанат игры Геншин Импакт. Могим умеем, практикуем. И это единственная игра, в которой я так долго играю. Эта игра вдохновляет просто вот... И от её красоты просто челюсть отпадает. От персонажа можно словить лютый такой краж. Истории и диалоги тоже превосходны. Немногие читают сюжеты и скипают. Понимаю, побочные квесты, особенно дневные задания, вообще не хочется читать. Но многие из этих сюжетных линий такие трагичные. Как я и говорила, я очень эмоциональный человек. И даже просто вот какую-нибудь простую камерную историю вызывают у меня слёзы. Но есть и юмористическая сторона. Я не могу не восхищаться я и Мика, которые просто убивают своей харизмой. Обожаю её игривый и, даже немного сказать, надменный характер. Подстать истинно хитрой морде. Я просто со смеху падаю, когда она прессовала горы. И как же мне повезло, что у меня есть подруга, с которой я обсуждаю, делюсь новостями и мнениями о том, что происходит в игре. Обожаю этого человека, просто братан мой. Она уже появлялась в других моих видео, и я записывала наш разговор по Дискорду. Жаль, те старания, которые я монтировала, эти три часа разговора, ушли просто в пустую. Но у неё есть причины отпиздить меня за то, что я никак не могу пройти Assassin's Creed. Я уверена, когда-нибудь она придёт и будет сидеть и следить за тем, как я буду проходить эту игру. Вика вообще мой путеводитель по миру игр. И именно Вика установила первые игры и все приложения, которые я пользуюсь. За это я ей безмерно благодарна. Из других игр, что есть у меня на ноутбуке, это Undertale, Sully Face, Friendball. Единственная игра, которую я полноценно прошла, конечно, после того, как посмотрела прохождение. Assassin's Creed, Kindle and Candles, английские названия не очень, Happy Room и Case Animatronic. Последнее я, кстати, хочу пройти и записать, как я это прохожу, лишь для того, чтобы поршать с того, как я ору. Sully Face, Friendball и Undertale достаточно популярные и атмосферные игрушки с линейным сюжетом. Помним, ностальгируем. Не буду долго расписывать о том, какие они шикарные. Те, кто знают, тот знает. Скажу лишь то, что в них играть и смотреть прохождение или разборы, связанные с ними, было очень интересно. Навевая те времена, когда у меня было уйма времени. Про остальные игры, кроме Case Animatronic, по сути, я и не знала. У меня были еще туристы на моем ноутбуке. С ними происходили занимательные истории. Я была знакома с одним человеком, но мы потеряли связь и просто как-то само по себе перестали общаться. Она была геймером и, соответственно, помогала мне скачивать игры для того, чтобы я вникала в эту сферу. Ну, и многие из них достаточно были популярны. Hello Night и какая-то игра, которой я уже не помню название. Если найду, то напишу в описании, может. Во втором мы, кстати, по сетке играли, но были с этим такие жуткие проблемы. В Hello Night я, по сути, и не играла. Взошла лишь один раз. Не поняла, как управлять из-за непривычки. И меня просто бесило то, что там были ужасные лаги. И из-за этого меня бомжи убивали. Я просто психанула и вырубила ее. Самой неоднозначной игрой была Террария, в которую я вообще не могла зайти. Не знаю, что именно было не так. Но мне понравилось, было весело играть и разговаривать с этим человеком. Надеюсь, у нее все хорошо. И последние игры, что когда-то кочевали у меня в файлах, это Little Nightmares. На две части. Но, конечно, не оригинальные, а пиратские, что мне и аукнулось позже. Я пыталась пройти первую часть, но это было шикарно. Особенно, когда джойстик дрожит в руках, а при страшных моментах играет тревожная музыка. Но сохранения у меня не работали, так что я три раза проходила первый этап. Только на третий этап я дошла до момента, где сторож гонит за шестой. Там реально я испугалась, потому что я вообще не ожидала этого. Мне понравилось это чувство. Также я попыталась записать, как я это прохожу, но мой колб сказал пока и полетел к чертям. Ко второй части я даже не притрагивалась. Но у меня есть немного мерча, связанных со второй частью, которую мы приобрели совместно с Викой. Было весело распаковывать и делить свою добычу. Я даже запечатлила эти моменты в артах. Думаю, это все игры, что я когда-либо скачивала. Остальные мои любимые игры, либо мой нолк ни за что не потянет, либо бесполезно их проходить, зная сюжет. К последним относятся мои любимые серии игры, игр Rusty Lake и Forgotten Hill. Обе жуткие, мрачные, пропитанные символизмом и связанные между собой. Поистине шикарно, у меня мозги взрываются от этого. Нагоняю Джути и приковываю взгляд своей таинственностью и гнетающей атмосферой. Их сюжет вообще не подается описанию. По крайней мере, я и вообще не смогу это сделать. Из немного другой сферы игра Inscryption. Смотрела прохождение только у Купленова, но она меня зацепила. Тоже гнетущая атмосфера и таинственность держала интерес в том, как главный герой попал в эту игру. Когда она только начала выходить, я загорелась желанием сделать и свою карточную игру. И подбила на эту авантюру Вику. Для этого она мне подарила настолку подземелье. Мы даже попытались как-то поиграть. В общем, я отвечаю за визуальную составляющую, а она за механики. Пока мы приостановили эту идею, нет времени. Еще мне нравится по графону и сюжету Horizon Zero Dawn, прошу прощения за мой английский, The Last of Us и Дожить до рассвета. И другие подобные игры, что я смотрела у Купленова. Но все игры, которые мне понравились, я не могу вспомнить. Также я играла совместно с Викой, у нее множество различных прибылок для этого. Например, Nintendo и многие различные игрушки на компьютере. Если вам будет интересно, я попытаюсь уговорить Вику рассказать мне про то, как она играла. У нее игровой стаж побольше моего будет. Она часто мне рассказывала, как в детстве заигрывалась и говорила мне непонятные названия. Это все, что я могу сейчас вспомнить. Я бы много во что хотела поиграть. Сейчас смутное время, нужно держаться и не падать духом. Спасибо, что послушали меня и что поддерживали меня. Я рада всем новичкам, буду благодарна за вашу активность и поддержку. Всем пока, Лючки. Рада была поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok